Международная Покровская ярмарка в третий раз прошла в Тамбове. Если на самую первую прибыл всего лишь один гость, то в этот раз на нее приехало 17 гостей из четырех зарубежных стран, 16 областей и более 300 продавцов. Покровская ярмарка – это возрождение культурных традиций, промыслов и налаживание региональных и международных контактов. О том, как проходил первый день открытия, что представил город Рассказово и район, и кто приехал в гости на Покровскую ярмарку – наш первый сюжет. Третья Международная Покровская ярмарка загуляла и запела с раннего утра. Свои палатки, торговые павильоны и продукцию представляли хозяева района и города Тамбовской области и гости из зарубежных стран и соседних областей. За три года ее проведения она приобрела действительно широкую известность. Праздник у нас сегодня какой! Душа радуется! Зашумела, запела Покровская ярмарка. А на ярмарке той не только плоды земли Тамбовской, но и соседних властей. И даже стран заморских удивляют глаз разнообразием и изобилием своим. Так пусть слух о Покровской ярмарке разнесется далеко-далеко во все уголки России. И пусть узнает во всех краях товарный знак ярмарки. Тамбовская казначейша вместе с гусарами рассказали гостям о том, что теперь у ярмарки появился свой зарегистрированный официальный товарный знак. Правообладателями его стала администрация города Тамбова. Первым словом для приветствия предоставили человеку, который приложил немало сил, чтобы Покровская ярмарка состоялась и стала доброй ежегодной традицией. Вот когда задумывалось три года назад Покровская ярмарка администрации области, администрации города, мы не сомневались, что она состоится и пройдет тогда успешно. Но мы тогда сразу замокнулись о том, что эта ярмарка должна быть международной. И получилось, в этот раз 17 гостей из зарубежных стран Европы и Азии приняли участие в Покровской ярмарке. Гости из Франции предлагали продегустировать тонкие французские блины. Иран представил изделия ручной работы. Среди них приятные мелочи для дома, подставки под горячие, декоративные салфетки с восточным акцентом. Нина Роговская на ярмарке представляла Белоруссию, город Могилев. Она привезла глиняные сувениры. Специально для ярмарки изготовила медальоны, а еще колокольчики и обереги. Все сделано из глины, своими руками и с любовью. Керамикой я занимаюсь очень давно. Я закончила Академию искусств в Минске и долго работала на предприятии Белорусской художественной керамики. Сейчас я являюсь членом Белорусского союза мастеров народного творчества. Во все свои изделия в лагончарном круге я вкладываю в душу, потому что если будут настроения или будут неискренние отношения, то не получится ничего. Потому что глина чувствует, как к ней относятся. И в общем-то с плохим настроением даже нечего садиться. Город мастеров презентовал посетителям ярмарки сувениры на любой вкус. От русских матрешек до новомодных игрушек. Каждый город, район или область старались привлечь внимание к своему павильону и палаткам. Рассказовский на входе поднимал настроение посетителям мыльными пузырями. Они символизировали собой первый снег, который раньше всегда выпадал на покров. А уже у входа руководители Тамбовой области встречала ярмарка из Комарохи, которые задорно приглашали посмотреть и попробовать все то, чем славится город Рассказово. Рассказовская ярмарка всегда славится. А в этом году товаров прибавилось. Проходите, гости дорогие! По плану, первое, чем постарались удивить гостей, это показ моделей. Новая форма для военных и линейка одежды из камуфляжа. Это новинка компании «Фарадей». Первая спецодежда буквально полгода назад сошла с конвейера. Теперь в магазинах можно приобрести не только специализированную фирменную обувь для военнослужащих, но и одежду. Цена соответствует качеству. Ассортимент разнообразный и постоянно пополняется. Мы теперь предоставляем вещи, то есть нашего производства. Вещи очень качественные, очень качественные, разумные цены и ассортимент. Также у нас с этого года функционирует магазин «Секретная точка», который находится в торговом центре Европы на большой энтузиастов. Также планируется сейчас открытие магазина еще в Рязани, во Владивостоке и в Москве уже четыре магазина у нас. Рассказовский трикотаж известен далеко за пределами нашего города и области. Поэтому здесь всегда многолюдно. Товар с самого открытия ярмарки на расхват. Народ очень активно себя ведет, покупает. Но это благодаря тому, что мы привезли очень большой ассортимент нашей продукции. Но это из-за того, что у нас качество по доступным ценам. Рассказовский район представил на Покровской ярмарке все то, чем богато село. Мини-подворье с поросятами, коровой и даже шалашом стало излюбленным местом для фотосессий. Гости отдыхали на подворье и пробовали осенний урожай, собранный рассказовскими фермерами. Задавали настроение ярмарки народные коллективы. Да и теплая солнечная погода порадовала участников и посетителей. Но каждая ярмарка – это не только гуляние и отличное настроение. Покровская ярмарка – это налаживание связи, поиск новых контактов, хороших сделок и продаж. Развитие и продвижение брендов, товаров и услуг. Три дня мы готовились к этой ярмарке. И сегодня должны все наши эмоции выложить в торговое дело. Будем надеяться, что выручка будет хорошая, и все предприниматели хорошо расторгуются. И принесут в бюджет компании хорошие суммы. Продолжение следует...